Плохое обмандирование, скудное питание и нечеловеческие условия труда. В таких условиях работали солдаты 478-го отдельного строительного батальона, вспоминает жительница Белозерска Валентина Горбушина. В 41-42-х годах в районе деревни Лилигумс производились работы по возведению глубокоэшелонированной линии обороны. Бойцы не выдерживали нагрузок, умирали. О трагических событиях и месте захоронения Валентине Александровне рассказали ее родители. Туда и отправились поисковики. Сопровождали их муж и брат жительницы Белозерска. У меня Валентина, моя жена, старшая сестра Василия Александровича, помнит, она вообще-то девочка была любопытная. Она помнит эти могилки. Что-то она про щиты ли говорила. Потом что-то они это место побаивали, не ходили туда. Запросы от родственников солдат в сельсовет приходили, говорит Анатолий Степанович. Местные власти отвечали, никаких захоронений здесь нет. Поэтому и попыток найти их никто не предпринимал. Да и добраться до места оказалось непросто. Проводники ехать дальше не решились. Восьмикилометровый участок поисковики преодолевали уже самостоятельно. Часто останавливались, рубили деревья, растаскивали их по обочинам. Еще два километра до места и вовсе шли пешком. Деревня Лилигумсь когда-то насчитывала более 30 дворов. Сейчас о том, что здесь жили люди, напоминает только остатки домов, зияющие воронки провалившихся колоссов и те самые окопы, которые рыли солдаты. Здесь в 1941 году проводились работы по возведению укрепрайона. То есть наше командование предполагало, что немцы могут обойти нас с севера через Занежское Белое озеро и отсюда уже с севера пойти на Москву. Вот сейчас хорошо видна как бы траншея с отводами, с ячейками для пулеметов. Поисковики сопоставили старые фотографии деревни с описаниями Валентины Александровны. Правда, обнаружить солдатские могилы в этот раз не удалось. Земля уже успела промерзнуть. Примерно по приметам обнаружено место возможного расположения дегтярной. Соответственно, возможно, здесь и захоронены бойцы. Найдены металлические предметы. Поиск продолжится весной или летом. Сейчас же ведется работа в военных архивах. Благодаря Вологодским коллегам стало известно имя одного солдата, который умер в той деревне. Это рядовой Иван Михайлович Шишин, призванный на фронт Вышневолодским РВК Калининской области. Поисковики надеются, что это только начало, и им удастся установить имена всех бойцов. Ольга Вагонова, Сергей Павлов. Новости.